Всем привет! Я Роман Савалю, корреспондент украинского агентства Униан в Москве. Если вы видите, сзади меня триколор, и вообще видите это видео, это значит, что я на территории Российской Федерации. Ну и, так сказать, это первая часть из новостей, которые очень сложно отнести в раздел хороших или плохих. И вторая новость, конечно, она более определенная. Новость плохая. Отпуск мой закончился. Нахожусь я на пункте пропуска автомобильном, который называется Троебортное, Батчевск, из украинского боку. И записать этот вложик меня сподвигло заявление нашего министра Амельяна, который, размышляя на тему прекращения ЖД-сообщения с Российской Федерацией, привел очень классный аргумент о том, что ездить в Россию, в Рашу, как говорят наши заокеанские партнеры, будут только медведи. Так вот, я нашел место, где этих медведей очень-очень много. Очередь с автомобилями, ну, естественно, в которых сидят медведи, или ведмиди, растянулась километра на два. Да, мы уже тут простояли часа три-четыре с такими темпами. Придется ждать еще часов двенадцать, я так понимаю. Даже не знаю, как я буду Михаилу Ганинскому, моему главному редактору, объяснять, что ж я на работу-то опаздываю. Так вот, если бы здесь был бы корреспондент Российского Федерального Канала, он сказал, вот посмотрите, посмотрите, сколько украинцев едут на заработки, потому что хунта их довела до состояния, что все хотят попасть в Россию. И визуально может так сложиться, может сложиться такое впечатление, что даже это правда, но, как всегда, есть нюансы. Вот я иду вдоль этих автомобилей, 40% номера российские, 40% номера украинские. Ну, еще немножко Молдовы, ну и других стран, сербов, вот даже я видел, причем на камеоне, то есть на, как называется, на фуре. Вот так вот. И эти медведи хотят все попасть в великую страну, в Российскую Федерацию. Украинские пограничники работают очень оперативно, мы там провели порядка 10 минут. И нас сразу пропустили, ну, то есть стандартный досмотр, открыли, ну, что там, багажник, спросили, не много ли я везу ноутбуков, целых три. Ну, если учесть, что один супруги, один для монтажа, а другой для новостей, то есть как бы нормально. Вот. Украинский пограничник спросил, где он меня видел, я решил ему признаться. Ну, это никак не повлияло на степень и тщательность досмотра. Все нас посмотрели и отпустили. И вот, выехав с украинского пункта пропуска, мы попали в территорию, на территорию между Украиной и Россией. Чем она особенна? Что, по сути, здесь настоящее саморегулирование людей. Законы ни Украины, ни России не работают. Не работает мобильная связь. Везде одни биотуалеты. Ну, это значит, когда ты можешь пойти под дерево, сделать свою нужду. Воды нет, связи нет, магазинов нет. Просто безумное количество детей, которые тут жарятся, парятся. И да, Шойгу, если бы он был еще министром МЧС, наверное, тоже звонить Российской Федерации было бы бессмысленно. И вот всю эту толпу людей никак не пускают на территории Российской Федерации. Вообще, вот это ощущение здесь абсолютного безвластия, когда нет ни хрена, ну, наверное, это что-то подобное наши российские друзья делают, когда создали на оккупированном Донбассе, в части Луганских и Донецких областей, так называемые вот эти вот, ну, вот эти аббревиатуры стройкбуксов, я их называть не буду, вы их все знаете и без меня. Единственное, тут, конечно, все-таки лучше, потому что здесь подвала нет. А, кстати, прошу прощения, я вас немножко обманул. Есть тут один биотуалет. Я не уверен, что я туда зайду, я не такой смелый, как может показаться, но зато есть куча деревьев и всякое-всякое такое. Мой малыш познакомился с мальчиком из автомобиля с российскими номерами, начали они даже дружить, и, да, слава богу, у детей нет никаких предрассудков, они очень быстро начинают контактировать друг с другом, но его, нашего друга нового быстро дисквалифицировали, потому что они нашли с моим Платоном, не путать с системой, которая взимает деньги в России с больших грузов, нашли гвозди по какому-то, по какой-то нелепой причине. Работает российская таможня, видите, одна машина туда, и сколько мы, шесть минут, я уже пишу, и никто в Украину не поехал, не выпускает их с территории России. Так вот, те двое парней, одному два с половиной, другому около четырех, кооперировались, и мальчик старший решил поремонтировать папину машину, и почему-то решил написать ей, поцарапать гвоздем машину. Короче, его очень сильно ругали, ну, заслужил на самом-то деле, но игры прекратились. Так что, в контексте того, что нужно ли, нужно ли прекращать вообще сообщения между двумя странами, это большой вопрос, но когда наши украинские министры и не только размышляют на эту тему, я хотел бы напомнить, что, по сути, все для того, чтобы прекратить сообщения между двумя странами, транспортными, делают наши российские друзья. Ну вот, это один из примеров. Вот сколько мы уже, семь минут иду, очередь. И впереди еще, наверное, метров пятьсот до украинского пункта пропуска. Да? Здравствуйте! Давно стоите? Слушайте, ну вы не пугайте, потому что мы в конце, а у нас еще дела. У нас тоже на работу, да. И вам на работу? Да, это было. Ну я со своим главным редактором договорюсь, а вы? Ну, а нам прогрессовать больницу. Ну, тоже вариант. Как бы, хитрость, разновидность ума. А в теории, это нам прогресса. Ну, обратите внимание, что украинские сработали быстро. Факт на лицо. На лицо, а то все говорят, что в Украине так плохо. Брехня! Пойду дальше. Так. Ну вот. Здравствуйте. Кстати, хочу обратить внимание, что факт на лицо сказал мужчина из автомобиля с серии 199. Ну, то есть, российский машина зарегистрирована на территории РФ. Возможно, там сидят даже граждане России. Ну вот. Так вот, вернусь, вернусь к сообщению транспортному между Украиной и Россией. Значит, ну здесь, как вы видите, полное «Ж». Есть некоторые пункты, я тут уже выяснил, путем опроса людей, что пункт пропуска Пагар, Пагар, как же там этот, Пагар, и второй Гримич с украинской стороны. Там более-менее без очередей. Если кто-то вдруг увидит это видео, сюда лучше не ехать, а сразу туда. Там дорога хуже намного, но, скорее всего, будет быстрее. А теперь, что у нас из-за сообщения транспортного между Украиной и Россией есть? Автомобили. Ну, вы это видите. Самолеты. Все прекрасно знают, что после аннексии Крыма попасть на самолете в Российскую Федерацию можно только через транзит. Соответственно, страны в основном слетают через Беларусь, через Минск. Я бы с большим удовольствием летал через Париж. Ну, пока пытаюсь пересечь границу на автомобиле. И напомню, что когда российские авиакомпании без разрешения начали летать в оккупированный Крым, то наши, еще тогда премьером был Арсений Юрий Цинюк, он сказал, типа, ребята, как бы, вообще-то, если вы будете летать в Крым, то вам в свободных украинских аэропортах делать нечего. Ну, понятно, Донецкий и Лауганский, которые россияне разбомбили, уже не в счет. Русские обиделись, начали петь песню о том, что Крым наш и так далее. И теоретически после украинского решения могла российская авиакомпания ЮТР продолжать летать в Киев и другие украинские города, но российское правительство тоже, как обычно, решило отомстить. Ну, они, наверное, думают, что гражданам Украины исключительно, но, судя по всему, по количеству российских номеров не только. И авиасообщение было прекращено. И вот так вот, самолетов нет, поезда под вопросом. И здесь... Ох, что ж они все поехали. Может, там за взятки можно? Ой, что-то я в сух сказал, пресечь границу. Самолетов нет, поезда под вопросом. И остались только автомобильный транспорт. Так, значит, рассказываю вам. Чтобы пройти всю очередь от российского триколора до практически нашего прекрасного желто-голубого флага, это занимает порядка 15 минут неспешным шагом. Но что меня действительно настораживает, не то, что у меня рука затекла, от того, что там, где я оставил свою семью, отправляясь в поход, они там и стоят. Это значит, что за 30 минут мы не двинулись ни на сантиметр. Так, о ужасах пересечения границы я вам рассказал. Подписывайтесь на мой канал, читайте агентство Униан. Скоро я буду писать больше, потому что в отпуске работают только трусы. Я к таким людям не отношусь. И увидимся. Извините, может быть, немножко скомкано, но, как говорится, это же практически прямой эфир. Выложил бы сейчас, но интернета нет. Все, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok